Сегодня мы продолжаем говорить о том, как же выбрать будущую профессию. Решение о выборе профессии является одной из самых важных не только для подростка, но и для всей его семьи. И здесь не может быть много информации. Как же помочь ребенку сориентироваться? Как помочь определиться с будущим выбором? Сегодня существует огромное количество профориентационных тестов. Как же найти себя? Как сориентироваться в этом многообразии? Как показывает практика, даже самые серьезные из них могут ошибаться. Ведь во многом результат тестирования зависит от вашего настроения и состояния. Изменится состояние, изменится и результат. И все же, если вы решили воспользоваться профориентационными тестами, следует опираться на те, которые помогают определить вам ваши интересы и предпочтения, оценить ваши способности. А еще помогут определить направление вашей деятельности. Может быть, вам нравится работать с людьми, или вас привлекает техника, финансы. Но помните, тесты направлены лишь на то, чтобы уточнить ваш выбор. А работу над собой, поиск своей индивидуальности никто не отменял. Устройте себе тест сами. Ну, например, вы хотите стать врачом. Тогда отправляйтесь в любое лечебное заведение, посидите в очереди, пообщайтесь с посетителями этого центра, поговорите с врачами. Возможно, вы узнаете какие-то новые нюансы, о которых вам было неизвестно. И тогда, если ваш выбор все еще в пользу этой профессии, смело осваивайте ее. И в заключении хочется сказать, не бойтесь перемен. С каждым годом количество новых профессий увеличивается. Будьте готовы учиться всю жизнь, осваивать новые смежные специальности и смежные профессии. И тогда вы станете востребованным специалистом. И помните, если вы не сделаете выбор, за вас этот выбор сделают другие. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...